113. «Когда вышел Израил из Египта, дом Якова, из народа иноплеменного, Иудас, делся святину его, Израил, плодину его». Я столько раз объяснил, что вот когда человек принимает крещение, это так, как Израил шли сквозь море. Они были в Египте, потом воды открылись. 124. «На оба столах им воды, и вверх облака, облака тоже лишь воды». Павел поэтому писал Коринфянам, что Израил крестились в Моисея в облаке и в море, так как мы принимаем крещение во Христе. И тогда откроется такой притч, что мы были в Египте, мы были в мире и вышли оттуда. Вот, вышли оттуда. И мы сейчас находимся в пустыне. Не сразу в Ханане, не сразу в землеобетовании. Нам придется сперва ходить по пустыне. И Бог покормил свой народ. И написано, что, как обещал Израил из Египта, Иудас делся святиной Его, Израил владением Его. Мы являемся тогда Его храмом. Его, как здесь написано, святыми. Его владением. Мы являемся то, что у Него есть на этом свете. В одном плане у Него все есть. Все, как-то принадлежает Богу. А то, что у Него особо, в частности, есть. Это я и ты. Мы являемся для Него очень даже специальным. Потому что вот, каждый хочет иметь какой-то семьёй. Каждый хочет иметь какой-то наследник. И у Бога то же самое. Есть такое желание. Потому что мы настроены по образам и подобиям Божьим. И мы являемся тогда Его дети. И у Него есть столько надежды для нас. Столько перспективы Он мечтает для нас. Написано несколько раз здесь. Горы прыгали. Это во время исхода. Горы прыгали, как огни. И холмы, как огнцы. И предполагается, что когда Иисус придёт, тогда все творения будут как-то это ожидать. Видите, в 7 стихе. «Пред лицом Господа, трепещущей земля, пред лицом Бога Яковлева». Значит, по-моему, что есть какой-то духовный аспект в этом физическом творении. Хотя кажется, что холмы и горы, конечно, не духовные. Всё равно есть какой-то элемент духовности там. Я хочу прочитать Кремнинам 8 главу, где Павел, по-моему, что-то об этом трогал. Кремнинам 8, читая в 20-м. «Потому что тварь покорилась суете, не добровольно. Это не горы, это не животные, которые грешили. Но по воле покорившего её, по надежде, что и сама тварь освобождённа будет от рабства кремную и свободу славы детей Божьих». И мы знаем, что вся тварь совокупно стинает и мучится до Ни. И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа. Эти слова сложно толковать. Но я считаю, что сложно толковать, потому что они трогают на таком вот момент, который в Библии неясно. Но о том, что есть какой-то долг духовности, какой-то духовной деменции даже в этом физический тварь. Животных, горы и так далее. Когда мы читали там, в этом псалом, что вот горы как-то радуются о том, что Иисус придёт. Они радуются, как они трепёт перед лицом Бога во время исхода. Здесь тоже. «И сама тварь освобождённа будет от рабства кремную, в свободу славы детей Божьих». Мы являемся детей Божьих. И они будут, то есть весь тварь. Как это понять я понимаю абсолютно буквальным образом. «Сама тварь освобождённа будет от рабства кремную, в свободу славы детей Божьих». То есть мы будем как-то поделить наше слава в Царстве Божьем и с ними. Я согласен, что это не определённо в Библии. Но у нас иногда есть какой-то намёк об этом. И мы знаем, что Адам и Ева грешили в Эдемском саде. И Бог открыл через Иисус путь, и она свернётся туда и перестроит тот сад, тот рай на земле. Это будет тогда, когда Иисус придёт. Но я ожидаю из этих стихов какой-то духовной деменции. Животных, горы и так далее. И обратно в этом Псалом 113, 8. «Преврешающего скалу в озеро, в воде и камень в источник вод». Это говорится о том, что случилось после, когда они приняли крещение. И они были там в пустыне. «Бог дал им воды и скалу, преврешающего скалу в озеро, в воде и камень в источник вод». Камень он переделал как источник вод. То же самое с нами. Если только вы будете принять крещение во Христе, тогда вы понимаете всё как то превращающего по-другому. Мы ходим, Павел писал после крещения, в обновлённой жизни. И камень превращающего в источник вод. Бог будет дать нам пустыне. И когда мы говорим, что после крещения мы живём в пустыне, это значит духовным образом. Что это духовное пустыне. А Бог готов дать нам вод. И чтобы мы не будем умереть духовным образом. пустыне. И так, как обычно, ободрай людей. Принят крещение во Христе. Не стесняйтесь. Обратите ко мне либо Данил, либо Володе или кому. И очень рад будем после обеда прям покрестить там в кухне, там ванной есть. Давайте тогда помолимся. Отче, слава Тебе за то, что Ты нас любишь. Слава Тебе, Отче, за то, что Ты дал нам кушать. Прибудь с нами и благослови каждый из нас. По имени Иисусе. 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 Прибудь с нами и благослови. Продолжение следует...